Вот этих малышей подбросили 3 часа назад. 3 часа назад в коробке, в мешке, под забор. Вот они. Их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Мы дали им глистогонку и дали козье молоко. И вот такой ад начался. Вот такого даже я еще не видела, чтобы вот такое все ползло с этих деток. Это такой ужас. Друзья, я даже не знаю, как это назвать и что мне сказать. Это просто страшно. Сейчас я все буду менять. Сейчас я все-все-все буду менять. Но вот вы представьте, в каком ужасе живут эти маленькие дети. Друзья, нам нужна глистогонка. Нам нужны прививки. Нам нужен корм для малышей. Друзья, ну скажите, почему? Почему мы не можем их спасти все вместе? Ну ведь они наши, общие, наши российские дети. Пока у нас не принят этот закон, Я прообращаюсь ко всем добрым, ко всем неравнодушным людям. Друзья, по мере сил, помогите нам. У нас сейчас уже больше ста щенят. Больше ста щенят. Я прошу помощи. Я не могу оставить их за забором в этом мешке. Ну не могу, друзья. Друзья, я прошу вас, помогите нам. До слез, до истерики уже. Потому что сейчас выведешь вам видео, как мне сегодня подбрасывают котят. У меня видеокамера на заборе, но это не останавливает никого. И сейчас поставили коробку котят, малышей. Примерно месяца полтора месяц. Я сейчас вам все это покажу. Я рассказываю о нашей жизни. И я прошу вас помощи. Потому что, друзья, мы реальны. Нас много. И я очень, очень прошу у вас помощи. Эти малыши здесь. Вот в таком кошмаре. А сейчас я вам покажу. Это у меня дома карантин небольшой. Вот сейчас я вам покажу. Нет, сейчас не видно здесь. Я вам покажу просто, где у нас те, кто уже подрос. А подросли у нас наши новорожденные. Вот они. Одним махом. Я снимаю вам деток. Тех, которых мы выкапливали из соски. Которых купали в раковине. Видео о них есть в интернете. Я вам все-все-все показывала. Вот, посмотрите. Эти детки у нас уже выросли. Мы их уже проглистовали. Но всем малышам и этим, и тем, которые сейчас еще в доме на карантине, им всем нужна прививка. Для прививки нам нужны деньги. Можете подарить нам прививку? Пожалуйста, подарите нам просто прививки. Привезите нам их. Если не можете, поделитесь с нами. Хоть ста рублями. Прошу вас, ребята. Нам очень, очень, очень нам нужна помощь. Нас очень много. Малыши все замечательные. Потрясающие малыши. Посмотрите, как они красиво выросли. Мы же спасли им жизнь. Они были слепыми, выброшенными в пакетах мусорки. А они хотят жить. Они имеют право жить так же, как и мы. Я обращаюсь ко всем. Друзья, прошу вас. Лохматая душа просит у вас помощи. Мой домашний приют. Лохматая душа. Я прошу у вас помощи. Пожалуйста. Наши реквизиты есть на нашем сайте. Все неравнодушные. Все, кто посмотрит нас. Пожалуйста. Сто рублей для вас может быть не очень много. Для нас это килограмм корма. Не думайте, что это мало. Может быть каждый понемногу, и мы опять сможем что-то сделать. Я прошу помощи, друзья. Пожалуйста. Я очень, очень прошу помощи. Но невозможно нам жить. Понимаете? Нас очень много. Очень. Там взрослые. Хотя там тоже малыши есть. Там тоже малыши есть. Я могу показать и остальных малышей. Именно малышей. Сейчас покажу вам именно деток маленьких. Одних, вторых. И покажу вам сейчас маленьких деток. Тех, которых мы уже прокапали и вытащили с капельниц. Те, кто у нас ожил. Ожил и спасен. Те, кто у нас был на капельницах от интерита. Видите? На лапках у нас остатки следы от капельниц. Но мы выжили. Выжили благодаря вашей помощи, друзья. Прошу вас. Давайте спасем остальных. Вот еще. Тоже маленькие. Тоже мои хорошие. Посмотрите. Это все ребята, которые переболели. А теперь посмотрите вон туда. Видите, топает? Вы видите, кто топает? Малышка с синдромом пловца. Смотрите. Она у нас ходит. Вот такие у нас дела. Вот такие у нас дела. Я отдельно сделаю для малышки видео. Но она у нас ходит. Вот она. Вот она. Да. Да, ребята. А дальше немножечко у нас лежат малыши лабрадурчика. Их тоже подносили. Один из них тяжело болен. Ребята. Ребята. Я показываю вам детей. Это дети. Это те, кто у нас... И это не все, ребята. С другой стороны, у нас еще щенки есть. Еще есть маленькие. Я пристраиваю их понемногу. Недавно отозвался в Шереметьевский приют. И взял у меня семь малышей. Семь малышей. Это такая огромная помощь для нас. Именно поэтому я еще держусь. Потому что периодически кто-то отзывается, берут у меня пометы на пристройство. И это огромная помощь от людей. Я благодарю всех от всего сердца. Видео получилось большое. Как всегда, несуразное. Но это потому, что я волнуюсь. А еще очень расстроена. Потому что сегодня бросили семь щенят и семь котят. Это очень много. И это очень тяжело. А еще из Сербунского ада. Сегодня также ночью привезли... Тихо, детка! Сегодня также привезли маму небольшую и девять малышей. Девять малышей. И их видео я сейчас сделаю отдельно. Плюс привезли овчаренка, у которого лапки задние не ходят. Его тоже я вам покажу отдельно. И это все считается за полтора суток. Ребята, я не знаю, что делать. Я прошу помощи. Я очень прошу помощи. Я вам все буду снимать. Все, что вы скажете. Может быть, у вас есть желание. Скажите, что снять. Что конкретно показать. Я буду вам показывать. Друзья, мы реальны. И мы просим у вас помощи. Спасибо, друзья. Спасибо всем, 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 кто отзовется. Благослови Бог вас и ваши семьи. Спасибо вам. Мы вас ждем. Вы нужны нам. Очень нужны, друзья. А мы, наверное, нужны вам. Чтобы не черстветь душой. Чтобы сохранять в душе те капельки человечности, которые нам даны были при рождении. Не все их сохранили. Не все. Поэтому у нас так расцветает живодерство и все остальное. Друзья, я очень волнуюсь. Я расстроена. Я смотрю на этих детей, и мне хочется все время плакать. И я прошу вас о помощи. Пожалуйста. Спасибо.